Теперь понятно, что означает фраза «видеть мир в розовом цвете». Кто-то посчитал, что девочкам этот навык надо прививать с самого детства. Зубная паста для мужчин. Я чего-то не понимаю, у женщин что, другие зубы? Для чего мужчинам нужно было создавать отдельную пасту? Если вы считаете, что бомбочки для ванн популярны только среди представительниц прекрасного пола, то вы сильно заблуждаетесь. Мужские бомбочки должны выглядеть подобающе в форме гранаты. Привет, с вами канал Фактория. Пачка чипсов мужского размера. Я, конечно, понимаю, что чипсы среди мужчин пользуются большей популярностью, но и некоторые дамы предпочитают брать такие упаковки. Книга для девочек, как быть красивой, а для мальчиков, как быть умным. По-моему, всех детей надо пытаться учить и первому, и второму качеству. Стереотип о том, что мужчины больше и грязнули, чем женщины, подвигнул бренд Клинекс выпустить упаковку бумажных салфеток увеличенного размера для мужчин. Одно из самых глупых решений пытаться разделять продукты по вкусовым качествам на мужские и женские. Перед вами мужской хлеб. Эмодзи-какашки стал сильно популярен после своего появления. Даже игрушки в виде него стали продавать, а для принцесс выпустили специальную версию в розовом цвете. Слева спортивные очки для женщин, справа для мужчин. Фотография называется «Найди 10 отличий». Жду ваших результатов в комментариях. Собачья миска для мужчин. Как вам такое изобретение? Не считаете, что это выглядит немного оскорбительно? Они еще и рекламу для такого товара осмелились сделать. Обычная слабительная и слабительная для женщин с примечанием «нежный» для чувствительных желудков. То есть у всех мужчин желудки способны переваривать даже гвозди. Мужской валик для одежды, который кроме как темными тонами липкой ленты ничем не отличается. Правильно, в мужском обиходе все должно быть брутального черного цвета. Целая линейка ароматических свечей для мужчин, среди которых запах бекона, старого пива, города мужчин и, мое самое любимое, камуфляжа. Какая разница, в коробке какого цвета будут куплены яйца, если внутри они совершенно ничем не отличаются. Даже если одни из них для принцесс, а вторые для пиратов. Огурцы для нее хрустящие и сладкие. Для него хрустящие и ядреные. Еще один товар, который разделили вкусами по гендерному признаку. Издание библии для мальчиков и для девочек. Тот случай, когда содержимое совсем не отличается, но маркетологи нашли способ увеличить продажи. Для того, чтобы привлечь мужскую аудиторию к винной продукции, было решено разливать его по жестяным банкам. Ведь мужики так привыкли пить из них пиво, так почему бы не попробовать и вино? Если предыдущие примеры еще хоть как-то можно было оправдать, то вот как додумались создать батарейки для дам, я ума не приложу. Они заряжены женской энергией. Когда девушка выполняет мужскую работу по дому, вооружившись таким гламурным молотком, ее грация возрастает в несколько раз. Присылайте в нашу группу во Вконтакте странные мужские или женские товары, которые вы встретили в магазинах вашего города. Скотч только для девочек. Самое интересное, что розовая в нем только пластмасска, а сам скотч самый обыкновенный, прозрачный. Костюм косметолога – девочке, а костюм доктора – мальчику. Вот так и внушают стереотипы с раннего возраста. Каждая леди должна иметь такой миленький канцелярский нож. По соседству вы можете заметить и другие инструменты в гламурном исполнении. Даже компания Липтон поддалась влиянию такого маркетинга и выпустила чай для леди. Что будет, если его выпьет парень, неизвестно, но рисковать не стоит однозначно. Обратите внимание, что шуруповерт в розовом цвете дороже на 2 бакса. Вот так и зарабатывают на девушках. А на случай, если девушка начинает интересоваться туризмом или же охотой с рыбалкой, то она сможет подобрать себе охотничий нож с чудным розовым камуфляжем. Ни к чему собирать коллекцию дамских инструментов по отдельности. Ведь можно купить все в наборе. Ваши подружки точно обзавидуются. В книге оригами для него вас научат делать бумажные рубашки, рыбки, самолетики и бабочки. А в оригами для нее вы найдете инструкцию по созданию сердечек и каких-то непонятных штук. Целый стенд, выделенный под наушники для женщин. Я, конечно, понимаю, что у дам уши меньше, но ведь и производители обычно кладут комплект амбушюров разных размеров. И даже клей-карандаши бывают мужские и женские, которые различаются лишь цветом упаковки. Гендерный маркетинг не перестает удивлять. Если в вашем офисе работают девушки, то я нашел вам идею для подарка на 8 марта или же какого-нибудь с другого праздника. Они точно будут рады работать на розовой клавиатуре с мышкой. Как видите, этого мальчишку не остановило то, что на упаковке написано «набор печатей для девочек». Так что разделяя товары для детей таким образом, производитель многое теряет. Неизвестно, по какому принципу разделяли магазины и кафе при создании этих подарочных карт, но создается мне, что девушки тоже были бы не против перекусить в Бургер Кинге, а парни закупиться, например, в спортивном магазине Андер Армор. Чего точно не ожидаешь увидеть, так это зеркало с подсветкой для мужчин. О таких наверняка мечтают большинство девушек, но не судьба. Обидно, что для парней не положили две дополнительных полоски для носа. Вот это, я считаю, самое настоящее проявление дискриминации по половому признаку. Девушкам суп для королев гламура, а парням суп для настоящих чемпионов. Кстати, производителя, выпускающего это, ждал шквал негативных эмоций после появления товара на полках. Даже чай умудрились поделить на мужской и женский. О том, что у всех людей совершенно разные вкусовые предпочтения, никто не слышал. Увидел сегодня в магазине сок для нее и для него. Женский мне показался вкуснее, решил купить его. Надеюсь, со мной ничего не случится. Мисс Монополия сейчас может кого-то из вас просто шокировать своим сексизмом. Слоган на нижней части упаковки переводится как «Первая игра, где женщины зарабатывают больше мужчин». Крекеры с совершенно одинаковым вкусом и, я уверен, совершенно одинаковой формой решили тоже разделить по половому признаку. Забавно, если у девчачьего бинокля еще и линзы розовые стоят. Тогда, посмотрев в него, они смогут взглянуть на мир через призму гламура. Бренд Биг не отстает от остального мира, поэтому также решил запустить в продажу письменные ручки с подписью «Для нее». Если парню попадается такая в руки, то она, скорее всего, не будет писать. «Чистящее средство для нее» – еще один товар, который может вызвать негодование у девушек. Ждем ответную партию чистящего средства для него. Шоколадные палочки для мужчин на случай, если вы ищете такой же хрупкий перекус, как ваша мужественность. Судя по маникюру, какая-то девушка все же решила нарушить правила. Табличка рядом с пончиками гласит «Перекуси, как мужчина!» То есть девушки вовсе не любят пончики? Вот уж действительно сладкий подарок для брутального тебя! Даже йогурты стали выпускать под слоганом «Сделано мужчинами для мужчин!» И еще они утверждают, что это первый йогурт, подстроенный под нужды мужского организма. Думаю, вы все уже заметили, что детские товары больше всего подвержены нелепому разделению. Крутым парням жуткие черепа, а маленьким принцессам клубника. Специальное издание обучения игры на гитаре для девочек. От пола, что ли, зависит методика игры на музыкальных инструментах? Или у девочек ноты выглядят по-другому? Дженго для девочек. Внутри все то же самое, что и в обычной, но после каждого вытянутого бруска придется ответить на определенный вопрос. Все девчонки точно будут в восторге, но где такая игра для мальчиков? Мочалки для мам и пап. И это, пожалуй, первый случай, когда для мужчин не синяя или голубая расцветка, а желтая. В 1955 году был выпущен первый женский автомобиль «Додж Лафеме». Если честно, он выглядит настолько хорошо, что я бы и сам не отказался прокатиться на таком. Многие девушки зациклены на своей фигуре, так что убираем из энергетика сахар и продаем его с названием «Вперед, девчонки!». Мужское вино в банке мы уже видели, так что пришел черед дамского алкоголя. Раз пиво розовое, то в нем может быть и калорий меньше. Обратите внимание, что даже в самолете для девочек пилот – мужчина. Какая-то несостыковочка выходит, вам так не кажется? Рынок спортивного питания суров и беспощаден, поэтому не стоит выбирать что-то, если вы совсем не разбираетесь в этом. Для наивных девушек выпустили даже специальный протеин с чудо-свойствами, необходимыми исключительно для них. Закон природы гласит, женщина не сможет съесть торт, если он посыпан мужской кондитерской посыпкой и наоборот. Работа в саду или огороде – то же самое, что модный показ, так что обязательно запаситесь розовыми перчаточками, чтобы не опозориться. Ваша душа может быть спокойна, ведь ножницы тоже разделили по гендеру – парням с машинками, девушкам с драгоценными камнями. Влажные салфетки для парней, наверное, с повышенной концентрацией мыла, чтобы ими можно было заменить поход в душ. Детская одежда, отражающая мнение о собственном теле. У мальчиков я супер, у девочек я ненавижу свои бедра. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. И да, по ним могут пройти как мальчики, так и девочки. Жду вас в группе во Вконтакте. Субтитры сделал DimaTorzok